Четыре года со дня трагической гибели президента Польши Леха Качинского. На Тайм-сквер в Нью-Йорке собрались десятки представителей разных стран, помимо этнических поляков, выходцы из Украины, Грузии, Румынии, Венгрии. С собой они принесли по две розы – красную и белую – в цвет государственного флага Польши. Напомним, президент Польши Лех Качинский с супругой Марией вылетели из Варшавы в Смоленск 10 апреля 2010 года вместе с президентом на борту польского правительственного самолета. Ту-154 летела делегация, состоявшая из политических, военных, общественных и религиозных деятелей Польши. Всего на борту самолета было 89 пассажиров и 7 членов экипажа. Целью визита было посещение Катынского мемориала под Смоленском в день 70-летия расстрела в Катыни. По официальным данным, при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный в Тумане самолет на удалении полутора километров от взлетно-посадочной полосы слишком быстро начал снижение. В результате, не долетев до полосы, самолет столкнулся с деревьями и развалился в воздухе. Все 96 человек на борту погибли. Дело расследовал Межгосударственный авиационный комитет. После расшифровки черных ящиков, техническая комиссия сообщила, что теракта не было, а причиной авиакатастрофы стали ошибки экипажа. Это удивительно, что Польша и Украина поддерживают друг друга в 21 веке, хотя в 20-м они были практически врагами. Ровно 4 года назад самолет президента Леха Качинского вместе с еще 96 пассажирами и членами экипажа разбился на территории России. По нашим данным, это был взрыв. Мы собрались здесь, чтобы напомнить о том, что расследование еще не доведено до конца. Продолжение следует...